В сентябре 1980 года В журнале «Коммунист» Главном идеологическом рупоре партии Вышла статья о математике И качестве преподавания В ней реформа школьного математического образования Проходившая в стране в 70-е годы Была названа Огромной диверсией Главным виновником этой диверсии Объявили выдающегося советского математика Академика Ученого мирового уровня Андрей Николаевич Калмогорова Знают во всем мире В интернете его имя цитируется В различных научных статьях 17 тысяч раз По его учебникам Изучали математику Несколько поколений школьников и студентов Его вклад в прикладные науки Еще до конца не оценен современниками Он был членом едва ли не всех академий И научных обществ мира Кавалером семи орденов Ленина Лауреатом Ленинской, Сталинской, Государственной И множеством международных премий Казалось бы Счастливая жизнь Счастливая научная судьба Как могло случиться Что дело всей его жизни Воспитание гармонично развитой Творческой элиты общества Оказалось перечеркнутым Своё сорокалетие Андрей Николаевич Калмогоров Встретил в подмосковной Комаровке В полном одиночестве Все домочадцы в эвакуации в Казани Именно тогда он принял решение Вести дневник На первой странице написал Посвящается мне самому К моему 80-летию С пожеланием сохранить к этому времени Достаточно смысла хотя бы для того Чтобы понимать писание себя самого сорокалетнего И судить их с сочувствием Но и со строгостью Страсти и интерес к учению Маленькому Андрею Привили его тётушки Дочери предводителя Углического дворянства Известного мецената Якова Степановича Калмогорова Вера и Варвара Они воспитывали его с рождения Мать Андрея умерла при родах Сёстры Калмогоровы Были женщинами-свободомыслящими Исповедовали толстовское учение И находились под надзором полиции Тётушки устроили прямо в доме Маленькую школу для местных ребятишек Радость математического открытия Я познал рано Подметив в возрасте 5-6 лет Закономерность Свои арифметические задачки И первое открытие Андрей публиковал в журнале Весенней ласточки Журнал печатался прямо в доме На подпольном гектографе Настольными книгами маленького Андрея Были рассказы Льва Толстого Антона Чехова Сельмы Лагерлёв После занятий Летом носено коз Зимой За дровами для печки В семь лет Андрея определили в частную гимназию Репман Вот где были идеальные условия Для развития способностей По математике я был одним из первых В своём классе Но первыми более серьёзными Научными увлечениями В школьное время Для меня были сначала биология А потом русская история Об этих его тайных увлечениях Мало кто знал А он был счастлив Что можно заниматься Любимыми предметами самостоятельно Погрузившись в мир Энциклопедического словаря Брагауза и Эфрона В 11-12 лет я потратил немало труда На собирание подробных сведений О необитаемых островах Южных океанов Так как собирался организовать На этих островах Некое идеальное государство До которого даже написал Конституцию Кажется тогда Впервые его посетила мысль Вот бы организовать В этом свободном государстве школу Похожую на гимназию Репман Только еще лучше В ней дети всех сословий Из всех губерний России Смогли бы развить до совершенства Свои творческие способности Смог же Ломоносов Талантливый самородок Из далеких холмогор Добиться таких высот Холмогоры Колмогоров Что-то в этой похожести слов Есть мистическое Спустя полвека После первых фантазий о новой школе Воплотившие идеи в жизнь Академик скажет Действительно Интеллектуальная жизнь Человека Эмоциональная Все-таки связана Неразрывно друг с другом В самой науке Такие критерии Красоты Скажем Играет некоторую роль Ученый иногда не видит Зачем Как-нибудь результат понадобится Он красив К нему стремится И вот стигает А потом оказывается Что он и повесен В математике Очень часто говорят Свой окончательный выбор В пользу математики Он сделал только К концу обучения В гимназии И в 1920 году Поступил на математическое отделение В Московский университет Обучение Сразу пошло успешно Сдав первые же месяцы Экзамены за первый курс Я получил право На 16 килограммов хлеба И 1 килограмм масла в месяц Что по представлениям Того времени Обозначало уже полное Материальное благополучие Одежда у меня была А туфли на деревянной подошве Я изготовил себе сам Он вспомнил трудные голодные 20-е И свою первую наивную попытку Организовать идеальный процесс обучения В средней школе села Патыриха Он так увлекся преподаванием Физики и математики Что был уверен На первых демократических выборах Директора школы Непременно изверут его Ну, увы, ошибся Ребята предпочли физкультурника Именно тогда он понял Что физическое развитие детей Надо поставить наравне с интеллектуальным А начать необходимо С себя И стал ходить на лыжах И плавать в любое время года В университете Его детское увлечение истории не прошло Более того Оно чуть не перевернуло Всю его жизнь Он занимается в семинаре По древнерусской истории У самого профессора Бахрушина И делает успехи Первая научная работа О земельных отношениях в Новгороде На основе анализа песцовых книг Пятнадцатого-семнадцатого веков В 1921 году Пятнадцатилетний студент Приобрел мировую известность Окончив аспирантуру летом 1929 года Автор уже пятнадцати первоклассных научных работ Андрей Николаевич отправился с друзьями В лодочное путешествие по Волге Он пригласил и профессора Московского университета Павла Сергеевича Александрова Со дня отплытия 16 июня Мы с Павлом Сергеевичем И исчисляем нашу дружбу Из этого первого путешествия Александров и Калмогоров Вернулись уже с твердым намерением Поселиться вместе где-нибудь под Москвой Но до реализации этой мечты Еще пройдет долгих шесть лет Очень напряженных и плодотворных С осени 1929 Жизнь связана с Институтом математики Московского университета Всего за шесть лет Он пройдет путь От научного сотрудника до профессора Доктора физико-математических наук И директора института Стремиться к административной деятельности Я никогда не стремился В некоторых случаях было такое чувство Долго Вера в то, что если я возьмусь То сделаю существенно лучше Служебные заботы не заслонили науку В 1929 году Была опубликована работа Об аналитических методах Теории вероятностей Это был прорыв Интуитивные представления о случайности И возможных шансах Существовали еще в глубокой древности Разрешить спор Предугадать исход игры Сражения или сделки Пытались предсказатели и ученые-мужи Древнего Рима, Византии Эпохи Возрождения Потом были Паскали, Ферма Эйнштейн и Гильберт И лишь Калмагоров тесно связал Теорию случайных процессов С математическим анализом Классической механикой и физикой И стал признанным во всем мире Лидером этой науки Во время командировки В математическую меку Геттинген Он встречается с великими учеными Гильбертом Курантом В июне 1935 года После долгих поисков И юридических сложностей На паях был приобретен дом На берегу Клязьмы В небольшой деревушке Комаровка Этот дом когда-то принадлежал Отцу Станиславского Алексееву Он удовлетворил всем нашим потребностям Давая возможность разместить Большую библиотеку И помещать в отдельных комнатах Наших гостей О гостей здесь С пятницы до понедельника Было многое Родные, друзья, ученики Павел Сергеевич Назвал Андрея Николаевича гусем За созвучие фамилии С названием породы холмогорских гусей Тот в ответ звал друга По инициалам П.С. П.С. Так появился знаменитый Гусьепеси мир Математическая коммуна на природе Жизнь здесь отнюдь не была праздна Дрова, печи, ремонт Все было подчинено установленному И собственноручно расписанному И нарисованному Андреем Николаевичем Распорядку В восемь подъем В девять завтра До двенадцати дня Работа Затем зимой Обязательный бросок на лыжах На три-четыре часа Километров на тридцать Потом обед А после обеда Совместная работа Математическое творчество Вечерами все собирались в гостиной И слушали музыку Моцарт, Бах, Чайковский А еще делились впечатлениями О своих странствиях Все обитатели гусепесиего мира Были страстными путешественниками Андрей Николаевич щедро сеял Проблемы, гипотезы, идеи, методы Не уставал повторять цитату Из любимого Гетте Все стоящее уже давно придумано Надо только не бояться Попробовать перепридумать это еще раз Сколько открытий талантливых работ Было сделано его учениками По его идеям Но иногда дом в Комаровке замирал Андрей Николаевич решал Какую-нибудь сложную задачу Но это длилось недолго Как-то математик Дилане сказал Что ученый порой думает Над решением задачи Пять тысяч часов Калмогоров работал неделю Иногда две В каждый данный момент Существует лишь тонкий слой Между тривиальным и недоступным В этом слое и делаются Математические открытия Здесь, в Комаровке Он видел, как растут его ученики И понимал, что попытка создания Идеального государства В отдельно взятом доме удалась Именно так В гармоничном сочетании работы Физической культуры Творческих дискуссий Музыкальных вечеров И отдыха Надо построить всю систему воспитания Подрастающего поколения Он много думал об этом еще в Геттингене Удивительно Но ведь и Ломоносов учился там же И, возможно, идея подготовки Молодых ученых в особой школе Тоже пришла к нему там Михаил Васильевич Михаил Васильевич мечтал И реализовывал эту мечту По созданию гимназии При университете Его известно высказывание Что университет без гимназии Что пашня без семян И эту традицию Поддержал Андрей Николаевич Открыв при Московском университете Школу Которая уже отвечала Духу времени Все это произойдет много позже А пока война Эвакуация в Казань Но спустя всего несколько месяцев После эвакуации 22 марта 1942 года Спецрейсом Он возвращается в Москву По вызову артиллерийского управления Минобороны Его задача Создание учебника по теории стрельбы И расчет таблиц бомбометания С низких высот Для советских кукурузников Он выполнил эту работу Как всегда Блестящий и в срок И получил за нее Сталинскую премию Пережить трудное военное время Помогла любовь Аня Дмитриева Училась с ним в одном классе В гимназии Репман Они проживут вместе 42 года Сыном Ани Олегом Калмогоров занимался С таким усердием Что в конце концов Сделал ученика художественного училища Математиком И тут на судьбе близкого человека Он пробовал Нащупывал свою методику Поиска и раскрытия таланта Но все это будет после войны А пока неизвестность И чистый лист бумаги на столе Тогда и появился план Поделенный на десятилетия И расписанный на 90 лет Запланировано В 40-е и 50-е Курс алгебры и элементарного анализа Для школ Следующий этап Геометрия и тригонометрия Для школ В 60-е и 70-е Логика для школ 50-е стали самым активным Десятилетием Он словно выдохнул После смерти Сталина Решение знаменитой 13-й проблемы Гильберта Над которой Несколько десятилетий Бились лучшие математики планеты Сотни научных статей Для большой советской энциклопедии Создание журналов Квант Теория вероятности И ее применения Работы в области кибернетики Теории турбулентности И труды по совсем уж не математике По теории стихосложения Мое увлечение поэзией Имеет такой же непроизвольный Стихийный характер Как и у людей Не занимающихся Теоретическими исследованиями стиха Любимые мои поэты Это Тютчев Пушкин Блок Формальные анализы ритмов Помогли мне, видимо, проникнуть И в существо геттовской поэзии Сознавая тесную близость Филологии И в первую очередь Родного языка А также текстов Созданных на этом языке Андрей Николаевич Специально занимался В начале 60-х годов Возможностью применения Математических методов К углубленному анализу Средства языковых И это создало Пусть небольшую Но уверенную Школу Его последователей Ему 60 В соответствии со своим личным планом Он круто меняет свою судьбу Сокращает интенсивную научную работу Чтобы все силы отдать Главному делу своей жизни Воспитанию юношества Вместе с академиком Кикоином Он продвигает на самом высоком уровне Проект создания при университетах Школ-интернатов Для талантливых ребят из глубинки Он верил в успех Это было время космических свершений Мы должны были быть первыми во всем И в науке, и в образовании Пока он ждал решения школьного вопроса Его пригласили в Италию На церемонию вручения Самой престижной математической премии Имени Бальцана Ее называли Математической Нобелевкой Он шел по улицам Рима Во взятом на прокат фраке Пешком Отказавшись от положенного Лауреатом лимузина Охрана долго не пускала его В президентский дворец на церемонию Потребовалось вмешательство На самом высоком уровне Такого прецедента Еще не бывало в научном мире Получая премию Он уже знал, куда ее отдаст На развитие библиотеки Родного МГУ Вскоре по возвращении Его ждала радостная весть Мечта шагнула за пределы Гуси-Песева дома Решением Совета министров СССР И ЦК КПСС В четырех академических центрах России Были созданы при университетах Физико-математические школы Для одаренных ребят Из провинции В Москве Это была школа-интернат Номер 18 Мы тюнируем из Москвы Мы не берем из университетских городов Вообще никого Так считаем, что местные университеты Способны и сами помочь Школьникам на этом этапе Вот мы с вами Выводим ребят с периферии На тот же уровень Это очень важная вещь Потому что до недавнего времени У нас получалось В университете Такое резкое освоение Москвичи Жители крупных университетских городов Совершенно забивали всех остальных Так сказать В этой школе все было необычно Не уроки, а лекции Практикумы Семинары Соревнования и походы Музыкальные и поэтические вечера и диспуты Все не из школьной программы А преподаватели Студенты университета Старше своих учеников Всего на каких-то пять лет Атмосфера творчества Научного соперничества И свободы Прошло почти 50 лет А эти традиции сохранились Учиться должно быть интересно И сам учебный процесс Должен не представлять из себя Какую-то застывшую догму А изменяться И ученикам этот процесс Должен быть интересен Наверное, вот эта традиция Она передалась нам От Андрея Николаевича Калманьорова Дух свободы Может быть, это несколько избито Такое словосочетание Но, в общем, у нас это и есть У нас в гимне Который написал Великим Есть такие строки Аспиранты полдоцента На процент ученика Ну, в общем В принципе, сохраняется Вот это вот соотношение На, по-моему, на одного преподавателя Четыре ученика У нас работают выпускники наши Все, о чем он мечтал, получалось В 15-16 лет Ребята писали свои первые научные работы Этот опыт Необходимо перенести на всю систему Школьного образования И Калмагоров Встает во главе комиссии По реформе всего математического Школьного образования Работает с упоением Под его руководством Были написаны новые учебники Разработаны прогрессивные методики И вдруг рушится все В декабре 78-го Состоялось специальное заседание Отделения математики Академии наук На котором созданные Под его руководством учебники Признаны неудовлетворительными И слишком сложными Для восприятия школьников И учителей Были массовые выступления Вот я присутствовал на собрании Где учителя поговорили Мы этот учебник не читали И читать не будем А как вы будете излагать геометрию Вот так, как мы ее знаем Вот до такого доходило Я думаю, что это его доконало как раз Вот эта история С учебником по геометрии Его мечта столкнулась С человеческой психологией В 70-е годы в Академии наук Началась борьба лидеров и идей Он не вступал в эту борьбу Он просто работал А что если травля последних лет Возмездие за его независимость Непредсказуемость Стремление сломать стереотипы Чтобы двигаться вперед Он первым поднял Слишком тяжелый груз реформ Он слишком высоко поднял планку У него было слишком мало времени Чтобы довести свое дело до конца Берясь за многое Я много ошибался И вызывал много острых обид Я всегда ошибался не для себя А для дела В школу-интернат Зачистили комиссии Все они делали похожие Друг на друга выводы Был уже лицей в начале прошлого века И что из него вышло? Декабристы В те дни он писал своему ученику Арнольду Я знал, что мне не дадут это сделать Но я также был убежден Что этим необходимо заниматься И все-таки он не выдержал этой травли Резко сдал После случайного падения Получился трясение мозга Больница Полная изоляция Прогрессирующая болезнь Паркинсона В самом конце он произнес такие слова А все-таки Какую удивительную жизнь я прожил Он больше, чем ученый Это совершенно фантастическая личность Это такой, знаете Пример для человечества Как человек может организовать свою жизнь В Комаровке на школьной доске Обнаружили написанные рукой Калмогорова Слова Рабин Драната Тагора Люди жестоки А человек добр Несмотря ни на что Он ушел с верой в человека Ученый, педагог, реформатор Он выполнил свой жизненный план Школа имени Калмогорова живет Хранит традиции и развивается Сейчас это уже специализированный Учебный научный центр При МГУ имени Ломоносова Сегодня здесь многое изменилось Физика и математика Которые были созданы Эти направления при открытии нашей школы Сейчас уже дополнились Информатикой, химией и биологией Ширение деятельности произошло Мы находимся в студии Откуда еженедельно Проходит несколько занятий В онлайн режиме Школьники, которые либо не смогли Либо не захотели Приехать к нам учиться физически Учиться жить в интернате Могут тем не менее Слушать наши лекции Задавать по ним вопросы И таким образом участвовать в учебном процессе Здравствуйте, ребята Меня слышно? Отлично Тема нашего сегодняшнего занятия Из стен школы вышли десятки академиков Сотни докторов и кандидатов наук Политики, художники, музыканты, писатели Программисты, бизнесмены И все они сегодня с гордостью говорят Я ученик великого Калмогорова Сотни доктор и кандидатов наук